Здравствуйте, мои котята, с вами Прика и добро пожаловать в Castle Cats. Итак, у нас до окончания ивента осталось буквально 4 дня, я уже в последнюю очередь решила выкупить всех котят этого ивента, которых мне не хватает в коллекции. Ну, для начала давайте заберем награду, которую я получила за прохождение квеста. Ой, это ничего себе, это получается с тучкой нутрия, да, это нутрия, я вообще не знаю, что это за зверек, хорек, наверное, какой-нибудь, вместе с тучкой, очень симпатично, давайте его сразу наденем, так настроить. Отлично, хорек-зверек, где, вот здесь, да, прикольно, и здесь идет снег, обалдеть, очень классно выглядит, смешной. Пару коробок еще откроем, во-первых, коробку события, так, коробка событий за 50 тысяч меня здесь ждет, открываем, смотрим, угу, огоньки, ничего интересного, ну ладно, выпали огоньки. И коробка с костюмом, по-моему, у меня еще доступна сегодня, так, я не открывала ее, да, коробка с костюмом у меня доступна, все, открываем коробку с костюмом, и мне выпадает костюмчик, дубликат, к сожалению, ну, за него дали зеленый огонек, кстати, обратите внимание, я потратила практически все свои монеты, я открывала коробки редких котят, для того, чтобы их отпустить и получить за них огоньки. Огоньки мне понадобятся для революции новых котят, которых я куплю. Премиум-герои у меня не хватает, получается, ну, кроме тех, кого продают за настоящие деньги, мне не хватает вот этих троих красавцев. Это, получается, Цирилл, мы его покупаем за 300 алмазов, так, все отлично, мы его выкупили, ой, какой котик симпатичный. Так, следующий у нас будет, как тебя зовут, Стилсфир, язык сломаешь, конечно, имя его произносить, Стилсфир. Добро пожаловать в мой дом, в мою гильдию, что-то он такой недовольный почему-то. И третья, кошечка Комати или Комати, какая-то такая японская, да, кошечка, не знаю, вот такая Комати. Давайте так ее будем называть. Отлично, трех котят мы приобрели, именно этих котят мне не хватало в коллекции. Теперь заходим в крепость для того, чтобы проэволюционировать. К сожалению, мне не получилось накопить красных огоньков, мне везло только на зеленые, как вы видите. 110 штук я как бы накопила зеленых, 34 красных и 56 синих. Надеюсь, что здесь нет ни у кого красных. О, мне повезло. Все зелеными огоньками эволюционируются, поэтому давайте с самого первого котика начинаем. Ох ты, у него такая манития звездная появляется. Интересно, еще и очки. Какой-то кот ученый, да? Я почему сразу с крепости выхожу, я один раз всего лишь нажала. Так, ладно. Дальше давайте проэволюционируем Цирилла. Поехали. Так, здесь у нас особенность открыта. Хорошо, выключаемся. Здесь подвисает у меня немножечко. Как обычно. Так, четвертый ранг, третий ранг нам дает, что нам дает. Такую непонятную летопись какую-то. Вон, наверное, ученый звездочет или что-то с этим связано. Явно связанное что-то с астрономией, да? Может быть, я сомневаюсь, не знаю. Почитаем в описании, там уже будет точно известно. Так, следующим у нас будет стилсфера. Ну, как покупали, так и будем эволюционировать. Ой, у него такая одежка, пижамка прикольная. Прямо на стоянке. Ой, так он, наверное, королевский котик. Он такой недовольный прям вообще. Вы посмотрите на выражение его мордашки. Такой занимательный котик. Еще такой хвостик у него маленький. А, так это у нас летописец. Он, наверное, писал как раз все предыдущему котику, а тот изучал. Видимо, так это все выглядело. У него еще хрустальный шар. Он что, гадать умеет или что? Ну, это я уже так фантазирую. Мне кажется, это что-то с чем-то с другим связано. И комать с синими огоньками. Эволюционируется тоже красивая кошечка такая с косичкой. Так, дальше продолжаем. Так, эволюционируется синими огоньками. Мне очень повезло, что нет красных для эволюции огоньков. Потому что мне бы не хватило. Наверное, хватило бы только на одного котика. И то неполную эволюцию. Угу. Ой, ну какие украшения. И тоже, обратите внимание, у нее письмо в хвостике. Ну, прям любопытно. Все с письмами у нас связано. У одного перо, у другого целый сверток тоже. Как это назвать, я даже не знаю чего-то интересного. Там сердечко, это какие-то любовные письма, что ли или что. Ну, мне кажется, это что-то он изучает. Выходим отсюда. Здесь уже всех проэволюционировали. Заходим в книгу для того, чтобы прописать, прописать для того, чтобы прочитать описание про наших котиков. Так, Комати. Будучи мастером хайку и устной речи, Комати самим своим присутствием излучает чувство изящества. Такая изящная кошечка. Так, Стилсфир. Давайте проэволюцию. Описание не меняется. Стилсфир уверенно запишет любое событие, которое, ну, заслуживает внимания. И обязательно превратит его в классическую историю. А, ну, все понятно. А Цирил что делает? Поэт. Он поэт. Он писатель. А я-то думал, это кот ученый. Без предрассудков, склонных к драматизму, и очарованы понятием любви. Он настолько льстивый, что может даже посоперничать с Ромео. А, ну, вон что. Ну, ладно, я ошиблась. Беру свои слова обратно. Это не ученый. Это поэт. Я специально заранее освободила здесь три места во дворе гильдии, чтобы эти котята новые автоматически сюда уже пришли, в наш двор, и познакомились уже с другими котятами. Отлично. Потрясем их тут всех, да? По традиции. Немножечко хотя бы так, еще кого мы не трясли. Тебя еще не трясли. И отправляемся в бой для того, чтобы посмотреть атаку. Сразу возьмем квест с тремя котиками. Все трое готовы к бою. Отправляемся вместе с ними в бой. И начинаем набирать ульту. Так, кто у нас первый наберет ульту? Ну, я даже не знаю. Цирил, наверное, да? Если его не собьют. Так, 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 так. Так, Цирил и Стилсфер. Ну-ка, показывайте. Ого, ничего себе. Я даже и не поняла, где там чья атака. А Комати у нас полководец, поэтому мы навряд ли увидим ее атаку. Она очень-очень редкая. Вот, ну, если получится. Красота. Прямо как будто бы ноты музыкальные, но это не ноты. Это должно быть писание какое-то. Это у меня лидер гильдии сердечком пускается. Это у нее такое оружие, да? А Комати, скорее всего, мы так и не увидим. И не узнаем, да? Какая у нее атака. Должна быть интересная очень. Так, ну, она полководится, но все время заставляет литовать других котят. Ну, хорошо, мне понравилось. Посмотрели. Коллекция у меня пополнилась еще на три котенка. Это очень здорово. Но мне еще дали кода полной сборки коллекции, потому что здесь всего 344 котика, а у меня 288. То есть мне еще достаточно много не хватает котиков. Но я, к сожалению, вот этих премиум-героев, которые продаются за настоящие деньги, я их не покупаю. Если мне дают для обзора, я, конечно же, их с удовольствием вам обозреваю. А так у меня в коллекции их, к сожалению, вот именно этих котиков сейчас нет. Очень жаль. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Castle Cats. А с вами была Прика и увидимся в новых роликах.